Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня мы сделаем вот такую анимацию трансформации автомобиля в Blender 2.9. Для нее мы будем использовать аддон Commotion. Он бесплатен и скачать вы его можете по ссылке в описании. Качаем, сохраняем и устанавливаем все как обычно. После установки у вас появится дополнительная вкладка во всплывающем N-меню справа. Принцип действия этого аддона прост. Он смещает анимацию объектов по таймлайну согласно правилам, которые задает пользователь. Более подробно о нем я сниму отдельное видео, если это будет кому-нибудь интересно. Для урока я скачал в сети два автомобиля. Это ВАЗ-2101 Копейка и Порт Мустанг. Ссылки на источники в описании. К обоим автомобилям я применил одинаковые материалы краски и стекол. Импортирую модели в цену, каждую в отдельную коллекцию. Одну коллекцию скроем. Следующим шагом надо разделить модели на отдельные части. Они уже состоят из отдельных частей, но у них есть большая деталь, это кузов. Выделим деталь, жмем Tab. Перейдем в режим X-Ray. Выделим то, что хотим отделить. Жмем P, Selection. После этого переходим в Object Mode. Уделяем все объекты в коллекции. В меню сверху убираем Object, Set Origin, Origin to Center of Mass. Меняем центр трансформации на Individual Origins. Теперь если мы уменьшаем или вращаем модель, каждая деталь трансформируется отдельно. Можно приступать к анимации. По плану VAS у нас исчезает и вместо него появляется Ford. Мы сделаем это с помощью Scale. Все части автомобиля уже выделены. В первом кадре ставим ключ на Scale. Переходим на 20 кадр. Жмем S и 0. Ставим второй ключ. Теперь поработаем с анимационными кривыми. Применим к этой анимации один из 12 знаменитых диснеевских принципов. Этот принцип называется подготовка к действию. Его суть в том, что перед началом движения предмет или персонаж делают движение в противоположную сторону. Например, человек приседает перед прыжком. В нашем случае, перед тем как уменьшится до нуля, все части немного увеличиваются. Для этого поставим еще один ключ недалеко от первого. Теперь в граф-эдитере отрегулируем положение этих ключей. Как движение выглядит более интересно. Чтобы оно выглядело еще лучше, добавим ему поворот вокруг одной из осей. В первом кадре ставим ключ на вращение. В 20 кадре мы развернемся детали по оси X на минус 15 градусов. Идем в 20 кадр. Жмем R, X, минус 15. И ставим ключ. Сделаем с кривыми Rotation то же самое, что и со Scale. Поставим еще один ключ. И в граф-эдитере отрегулируем форму кривых. Теперь скроем коллекцию с этим автомобилем и сделаем видимой другую коллекцию. Этот автомобиль в начале анимации не будет виден, а в конце появляется. Для этого также используем Scale. В 20 кадре поставим ключ. В первом кадре уменьшаем все до нуля и поставим второй ключ. Теперь применим к этой анимации другой принцип Диснея. Это продолжение движения или сквозное движение. Смысл в том, что персонаж и объекты не прекращают движение моментально. Например, если быстро шагающий человек резко остановится, его тело качнется по инерции вперед. Анимации такое движение называют овершут. В нашем случае части автомобиля быстро увеличиваются и становятся немного больше, чем должны быть. Потом возвращаются в норму. Для овершута ключ ставим ближе к концу действия. Теперь также добавим вращение. В цатом кадре ставим ключ. В первом кадре мы повернем все части автомобиля на те же минус 15 градусов по оси X. Добавим этим анимационным кривым еще один ключ и сделаем то же самое, что и со Scale. Теперь настало время аддона commotion. В окошке Sort By выбираем Multi Offset. В окошке Animated выбираем коллекцию с именем Form. Для второго окошка создадим новую коллекцию и назовем эффектор. Создадим пустышку сферу и добавим в эту коллекцию. Поставим ее позади мустанга. В первом кадре поставим ключ на Scale. Перейдем в сотый кадр. Увеличим пустышку, чтобы она полностью перекрывала автомобиль. И ставим ключ. В панели аддона ставим галочку на Proximity и жмем Offset Animation. Меняем коллекцию в окошке Animated на VAS и жмем еще раз Offset Animation. Анимация трансформации готова. Она начинается там, где отдельные части автомобилей пересекают границу сферы пустышки. Чтобы сделать анимацию цикличной, я не нашел ничего лучше, чем сделать копии коллекции с автомобилями и анимируйте их в обратном порядке, чтобы фор превращался в загули. Если кто-то знает более простой способ, поделитесь. Для окончательного рендера я анимировал камеру и использовал Render Cycles. Если вам понравился урок, не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok